Важная проблема, которая будет в центре внимания и будет ее влияние этой проблемой без возраста этого вопроса, это то, что сейчас происходит в разных больших городах Украины, ну и прежде всего в Киеве. Мы видим, что началось новое преследование тех мэров, которые продолжают не подчиняться правящему режиму. Их ломать начали через национальное агентство предотвращения коррупции, шьют им административные протоколы, штрафы и так далее. Но с другой стороны мы видим, что как бы очень объективно складывается очень тяжелая ситуация в Киеве. Мы видим полную деградацию власти в Киеве, последнее драматическое событие, которое произошло. Это уже такой символический очень акт демонстративный. Это обрушение моста, связывающего несколько частей Киева и находящегося в районе большевика завода. Сейчас это называется Шулявская развязка. И оно началось, это обрушение при Черновецком, тоже, так сказать, который все в космос летал. Потом это было продолжение при Попове. Мы видим как бы две тенденции. С одной стороны власть Порошенко, это во главе державы стационарного бандита, это так называемые лидеры Народного фронта, я ценю Гройсман, Турчинов. Ну и это, конечно же, удар во главе с тем же Кличком. Вот они так создали вот эту такую преступную организацию. Видим, с одной стороны они пытаются уничтожить мэров, которые им не подчиняются через НАСК, НАБУ и так далее, путем открытых политических репрессий, но под прикрытием типа борьбы с коррупцией. Это сейчас очень модно, бороться с коррупцией. Непонятно с чем, ничего не видишь, ничего не знаешь, но типа борется кто-то с коррупцией. И еще ему за это 1100 платят гривен из наших денег, которые с нашу шкуру снимают, чтобы бюджет типа их наполнить. Вот, такую хорошую нам сделали подарок американцы и бюрократия Европейского Союза. Такую структуру придумали совершенно абсурдную в лучших сталинско-ленинских кагибистских традициях. Но вместе с тем мы видим, что верхушка бандитская, особенно вот этот элемент того же Кличка в лице удара и его коалиции в Киевсовете, они, конечно, оказались абсолютно неприданными до кривництва столицы Украины. И такого бардака, такого уничтожения Киева, как при них, конечно, я вообще, как киевлянин в третьем-четвертом поколении, я вообще за свою жизнь, за десятилетия, я уже вот 62, в третий год живу, я еще такого никогда не видел и не наблюдал. Не при, даже, ну, такого, я уже не говорю, про даже, это даже произошло тот разывал и разруху, которая была при космонавте этом Черновецком. Вот. И, конечно же, обвал моста и разрушенные дороги, но обвал моста, он вообще очень символичен, потому что там же как раз Порошенко сумел забрать каким-то образом большевик, завод большевик, там у него открыты разные его заведения, магазины и так далее, и так далее. Вот. Это очень символично, что раз мост рухнул, значит, скоро империя Порошенко будет рушиться. Раз мост рухнул, значит, заканчивается правление боксера Кличка Эттинзона. Так что, дорогие киевляне и гости столицы, вы же готовьтесь. То есть, долго так продолжаться не может. То есть, Киев это такой город, очень он опасный. Если неправильно он начинает развиваться, то всегда начинается его коллапс. Это, я их называю, вообще я придерживаюсь точки зрения, так называемые вечные города. Они, если неправильная модель их развития происходит, а какая правильная модель, она известна. Киев это третий удел Девы Марии, Царицы Небесной. Над нами хранитель у нас, архистратив Михаил. Здесь построен был по плану Царицы Небесной как раз вот Успенский собор. И именно здесь первоапостол, это Андрей, он водрузил крест и сказал, что здесь будут просияют церкви Божьей благодатью. Вот это Киев. Вот он должен быть таким православным, апостольским. Он должен быть воцерковленным. Он должен служить Богу Иисусу Христу. А сегодня при власти стоят в Киеве сатанисты. Это люди чужие для нас. Они разрушают город. Они изуродовали лицо города. И ясно, что так долго продолжаться не может. Я бы хотел напомнить, что в 20 веке Киев разрушался дважды. Это в результате Первой мировой войны и так называемого большевистского октябрьского переворота и гражданской войны. А второй раз это была Вторая мировая война, когда здесь в Киеве сколеснулось два дракона. Красный и коричневый дракон. Сталинско-коммунистический и гитлеровско-нацистские драконы. И Киев тогда был жертвой из этих двух зверей, хищников. Так вот сейчас может быть третье разрушение Киева. И может произойти что угодно. Может, например, не выдержать это дамба Киевского моря. Могут быть какие-то другие коллапсы, разрушения. Может быть, бошадь какая-то. Тем более, что Киев превратился сегодня в бандитский притон. Киев объят грабежами. Притом это уже люди рассказывают. Кого не встретишь, он или его знакомый подверглась или ограблению, или краже, или какому-то другому разбойничьему нападению. Вот. Поэтому фактически здесь уже создана бандитская среда. В Киеве уничтожены все рынки, недвижимости, земли и так далее. Киев полностью это даже не коррупция, а бандитизм и разбой. То есть фактически Порошенко, Кличко, Гройсман и Турчиновы превратили Киев в бандитский притон. Ясно, так долго продолжаться не может. Понятно, что за это будут платить. И я хотел бы очень обратить внимание так называемых церковных иерархов, которые тут сидят. И того же Филарета, и того же Ануфрия, и того же Святослава, и других. Вы же смотрите, чтобы сами жертвами не стать. Вспомните, как это было после большевистского переворота, когда монахов, священников и епископов прямо вытаскивали с церквей, с их жилья и убивали, расстреливали и уничтожали. Смотрите, чтобы опять и с вами такое не случилось, если бандиты уже начнутся просто бандитские разборки в городе Киеве. И вот этот обрушившийся мост на Шулявке, большевике, это как раз вам всем символическое предупреждение. То есть если и для киевлян, и для приезжих тоже. Если сейчас не уберем этого кличка, а я уже об этом сто раз говорил, и это для Гуссовского предупреждение, для тех, кто сидит в Киевраде, самопомощь, свобода, еднистам и другие так называемые позиционеры. Не думайте, что если вы взяли деньги, то вы сможете откупиться, и эти деньги вам помогут. Это деньги очень грязные, это деньги кровавые. Поэтому, взяв эти деньги, за которые вас купили, за эти 30 сребреников, как Иуда, вы будете отвечать, как он. А когда он взял деньги, то потом известно, что с ним стало. Он пошел и удавился. Поэтому думайте, когда вы продаетесь снова кличко, Порошенко и прочим представителям трейболейского бантустана, которые захватили, все банды, которые захватила сегодня Украину, не их сочтены. Смотрите, чтобы ваши не посчитали.